А вы уже играли в Black Desert? Здесь всё как в реальной жизни, только графика лучше. Бери в руки топор или удочку и добывай ресурсы. А если нет времени, найми рабов и они сделают всё за тебя. Вместо доната ты можешь сам скрафтить крутое оружие. Путешествуй по открытому миру, сражайся с врагами один на один или участвуй в масштабных битвах. Да, игра много весит, но поверь, она того стоит. Тем более во всём мире она платная, а по ссылке в описании ты можешь скачать её бесплатно. Все мы любим пасхалки, отсылки и всевозможные секреты, которые вставляют создатели в свои работы. Ну, вам уж это знакомо не понаслышке. И в этот раз я разрезал для вас болтливого наёмника, чтобы рассказать вам некоторые секреты и детали, которыми он был просто наполнен. Итак, поехали. Фильм начинается с красочной замедленной аварии, и можно заметить стакан кофе, летящий по воздуху. Камера достаточно задерживается для того, чтобы зрители могли прочитать надпись «Роб Элл». Но мало кто поймёт, что это имя создателя Дэдпула, писателя и художника Роба Лайфилда, подарившего нам героя фильма более 20 лет назад. После того, как мы узнаём, что создатели фильма полны идиоты, мы видим обложку журнала «People» за 2010 год, в котором Райана Рейнольдса признали самым сексуальным мужчиной в мире. Позже мы ещё раз увидим этот журнал, но уже за 2008 год, где на нас будет смотреть Хью Джекман. Далее в кадр попадает бумажник одного из плохих парней. Из него вылетает карточка с зелёным фонарём, которого сыграл Райан Рейнольдс. Кстати, создатели знатно троллят его за эту роль, но в принципе он и сам не прочь посмеяться над собой. Повод всё-таки есть. Буквально через 5 секунд в кадр попадает тюбик губной помады «Хеллоу Китти». Известно, что Уэйд очень сильно любит продукцию этого японского бренда. А если зайти на официальную страницу Дэдпула в Твиттере, то можно заметить, что он фаллует только один аккаунт. И это официальный аккаунт «Хеллоу Китти». Далее мы переносимся в такси. Во время знакомства с Дэпиндером он представляется как «Пул, Дэдп». Это некая аллюзия на Джеймса Бонда. «Бонд. Джеймс Бонд». Ну и немного позже мы узнаем, что мистер Пул любит не только «Хеллоу Китти», но и время приключений. Затем Уэйд говорит, что сейчас Рождество, и потом обнаруживает, что у него всего 12 пуль. Это отсылка к песне «12 дней Рождества». После обмена пятерами с Дэпиндером Дэдпул слушает по радио песню «Шуб» группы Salt & Pepper. Примечательно, что песня вышла в 93-м году, как и первый комикс про Уэйда. Во время драки в машине голову Дэдпула используют, чтобы переключить радиостанции. Первый трек – саундтрек из сериала «Бэтмен» с Адамом Уэстом. Далее мы видим школу Ксавьера. Колосс узнает о веселе Дэдпул и решает лететь за ним. Тут сразу две пасхалки за 5 секунд. Когда он возмущается тем, что Уэйд не хочет присоединиться к людям Икс, боеголовка подшучивает. Неужели одинаковые трикои, взрывающиеся каждую неделю дом – это хорошо? В комиксах все люди Икс ходили почти в одинаковых костюмах, которые различались лишь мелочами. Ну а школы и так почти в каждом фильме всячески разрушают. Да, и уже в вышедшем апокалипсисе ее успели взорвать до основания. Кстати, Колосс – супергерой с русским происхождением, и в оригинальной версии озвучки слышен крутой русский акцент. Далее он дает ей протеиновый батончик, и это отсылка к рекламе похожих батончиков в старых комиксах про Дэдпула. Эта фраза вам ничего не напоминает? Ну, например, фразу «Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю», которая является стандартной в панели шрифтов Windows. Райан Рейнольдс осуществляет в фильме свой дебют без костюма весьма нетрадиционным способом, вломившись в квартиру незнакомца и заказав на его имя пиццу, чтобы выполнить работу, на которую его наняли. Сцена знакома читателям комиксов, так как она взята напрямую со страниц выпуска Дэдпул номер 10 2012 года. К несчастью для доставщика пиццы Гэвина, Уэйд на самом деле убил его для выполнения своего контракта, так что версия фильма чуть смягчена. Также эта сцена является отсылкой к сериалу «Два парня, девушка и пицца», в котором снялся Райан. Спустя несколько секунд Уэйд оказывается в скейт-парке, и сразу три пасхалки за несколько секунд. Сначала он небрежно бросает коробку с пиццей, и если присмотреться, то в углу можно увидеть надпись, что заказ доставлен знаменитым Файги. Это явная отсылка к боссу Marvel Studios Кевину Файги. Хоть Дэдпула и сняли Фокс, Файги начинал свою карьеру именно в этой компании. Далее Уэйд с отвращением выкидывает очки, похожие на его маску в зеленом фонаре, и почти сразу говорит «Жаль, я не взял свои ролики, я бы показал вам парочку приемов». Это очень жирная отсылка к одной из серий комиксов, где откровенно одетый Дэдпул рассекает на роликах. Бар, в который заходит Уэйд, раньше был школой сестры Маргарит для своенравных девушек. В комиксах именно там находилось логово наемников, и называлось оно «Хеллхаус». Только на страницах комиксов это было уединенное старое здание, разваливающееся на глазах. Спустя несколько секунд он проходит мимо двух парней. Огромного бака и незаметного грустного парня по имени Лайфилд. Да, это тот самый Роб Лайфилд, создатель Дэдпула. Вспоминая свои дни в спецназе, Уэйд дает понять Харьку, что все не так уж плохо, и в конце концов он попутешествовал по миру. Его друг завершает за него предложение, говоря, что он путешествовал в экзотические места для встречи с новыми и интересными людьми, чтобы убить их. Это прямая цитата из фильма «Люди Икс. Начало. Росомаха». Далее нам показывают доску со ставками, на которой, кроме завсегдатаев, можно увидеть имена Райана Рейнольдса, Владимира Путина, Майли Сайрус, Билла Козби, Чарли Шина и еще кучу других. Это и есть Дэдпул. И затем сразу три отсылки к «Властелину колец». Следующую отсылку легко пропустить. Когда на Рождество Ванесса говорит, что Уэйда идет красный цвет, потому что он подчеркивает капилляры его глаз, это прямой намек на ее героиню Копикэт. По комиксам ее глаза горели красным огнем в бою. Когда Уэйд жалуется на свою изуродованную внешность, он говорит, что именно так и случается, когда тебя покусал радиоактивный Шарпей. Это выглядит как отсылка к Человеку-пауку, однако на самом деле фраза пришла прямиком из комиксов. Дэдпул в комиксах говорил о том, что он выглядит как Райан Рейнольдс, скрещенный с Шарпеем. Второй флэшбэк содержит в себе то, чего все фанаты ждали от этого фильма – отсылки к Дэдпулу-уроду с зашитым ртом и без красного костюма. Из фильма «Люди Икс. Начало. Росомаха». Такая игрушка стоит дома Уэйда и служит хорошим напоминанием о том, как сильно Фокс налажал с героем в прошлом. После жалоб на свою тяжелую жизнь Харек говорит, что Уэйда ищет какой-то тип в костюме и просит с ним поговорить, мол, может сюжет хоть продвинет. Уэйд сразу называет его агентом Смитом, отсылая нас к «Матрице». Когда его застают за ночным проливанием слез по самому себе, Уэйд спешит обратно в кровать, утверждая, что ему приснился кошмар, в котором он похитил дочь Лайма Нисона – намек на трилогию «Заложница». Это простая шутка, но чуть более сложная пасхалка для тех, кто знаком с другими фильмами Нисона. Лайм Нисон в 88-м году снялся в картине «Смертельный список», название которой на английском так и звучит – «Дэдпул». Как известно, сходство Рейнольдса и Дэдпула просто невероятно, но не все знают, что они оба канадцы. Хотя точно неизвестно, в каком округе родился Дэдпул, актер решил немного юморнуть, и когда размажил руку об лицо Колосса, закричал первую фразу гимна Канады. Канада! Когда Колосс надевает на Дэдпула наручники и тащит к самолету Людей Икс, металлический гигант обещает привезти его к профессору Ксавьеру. Дэдпул в ответ спрашивает, о ком речь – Патрике Стюарте или Джеймсе МакЭвое. Это скорее не отсылка, а попытка разобраться, когда именно происходят события фильма. Следом за отсылкой к фильму «127 часов», где главный герой, чтобы спастись, отрезал себе руку ножом, идет сразу следующее. Отрезав руку, Дэдпул говорит «Ты здесь, Бог?» Это я, Маргарет. Это отсылка к роману Джуди Блум с таким же названием. На каталке он просит не делать костюм зеленым или анимированным. Проходит совсем немного времени, и зрителю позволяют поглядеть на других мутантов в темной-темной лаборатории. И среди них есть один, забыть которого очень непросто. Молодая девушка с костяными шипами по всей спине выглядит так, словно ей нужна серьезная медицинская помощь. Однако это всего лишь Морлок из мира комиксов Марвел по имени Мэрол. Конечно же, персонаж далек от того, что был представлен в комиксах Марвел. Но она была одним из членов «Оружия Икс», так что с учетом возможного появления фильма об этой команде, это камео может оказаться весьма и весьма значительным. В моменте, когда Уэйт пытается узнать настоящее имя Аякса, он называет несколько имен. Например, Брюс и Скотт. Возможно, это отсылка к Халку, Циклопу или Человеку-Муравью. И далее он спросил, почему мама назвала Аякса в честь жидкого мыла. Когда Уэйт называет Аякса по имени, тот начинает злиться и приказывает ему заткнуться или зашьет ему рот. Прямая отсылка к той же роли Рейнольдса в «Людях Икс», о которой лучше не вспоминать. А тут сразу две отсылки. Во-первых, очень сильно похожи на момент из «Терминатора», где Т-1000 проткнул Арни и свернул арматуру. А во-вторых, в комиксах малыш Фрэнсис постоянно что-то гнул. А вот этот кадр, где Дэдпул высовывает голову из пепла, очень сильно похож на такой же, но в том же фильме «Людях Икс» сначала «Росомаха», где Росомаха отрубил Уэйду голову. А его следующая фраза «Вот так я излечился от рака» и поставил раком саму смерть. Отсылает нас к комиксам, где у Дэдпула был роман с Леди Смерть. Один из самых главных моментов фильма – это когда Уэйд, сидя в баре с Харьком, выбирал себе новое имя. Харек предложил ему стать жопомахой, что логично является отсылкой к Росомахе. Однако потом они сходятся на Дэдпул. И Уэйд добавляет «Капитан Дэдпул». Русскоязычные зрители сразу подумали о Джеке Воробье. Вообще-то капитан Джек Воробье. Ой, простите, капитане Джеке Воробье. Однако все намного интереснее. Существует еще две версии. В первой – это отсылка к одному из фильмов Рейнольдса, где он сыграл персонажа по имени Кэптен Эксленд. Капитану Америки, что кажется еще более вероятным. Далее мы наблюдаем шикарную нарезку из расправ над главарями группировок. И тут нас ждет сразу две пасхалки. Ведь еще до того, как Уэйд втиснул свою жопу в резиновое трико, он носил белый спортивный костюм и очки. Было очень похоже на еще одного героя Марвел – Storm Shadow. А вторая более интересная. Как многие из вас знают, есть игра про Дэдпула. И некоторым фанатам она так понравилась, что они сделали песню. Именно эту песню можно услышать, когда Дэдпул преследует мальчиков и девочек из организации Аякса. После очередного рубилова он опять ломает стену и спрашивает, «Меня что, плохо слышно в этой маске?» Это отсылка к Бэйну из «Бэтмена». А если вы смотрели сериал «Сорвиголова», то наверняка могли заметить схожесть хореографии в «Драке в коридоре». А все потому, что координатором был Филипп Сильвера, который в свою очередь ставил драки в «Сорвиголове», а вдохновлялся он фильмом «Олдбой», ну тем, который не американский, который нормальный. А вот поколение 90-х сразу заметило в этой сцене отсылку к Остину Пауэрсу. Рейнольдс не перестает над собой стебаться, и в моменте, где старушка Эл собрала комод, а потом он развалился, отсылает нас к самому, как вы уже догадались, Рейнольдсу. Была у него реклама, где он не мог собрать кроватку из «Икеи». Аякс и «Ангельская пыль» явно попадают в неприятную ситуацию, когда пытаются наехать на хорька в поисках Уэйда. Но не это было самое забавное. Последней шуткой в сцене была фраза, брошенная барменом «Пожелание насладиться полуночным показом Блэйда 2». Означает ли эта шутка намек на черный прикид злодеев, или намек на появление Райана Рейнольдса в фильме «Блэйд Троица» можно только гадать. Ну и, конечно же, Стэн Ли. Когда Дэдпул приходит в школу, дверь ему открывает боеголовка. Он начинает сразу острить и называет ее «Рипли из Чижого 3». А все из-за прически боеголовки. Далее наш малый говорит, что у него для колосса есть предложение, от которого тот не сможет отказаться. Но это очевидная отсылка к крестному отцу. Фраза «Пора готовить Чимичанги» перешла к нам из комиксов. В них Дэдпул не перестает ее повторять не потому, что он любит Чимичанги, а потому, что это очень круто звучит. А здесь, как раз в момент супергеройского приземления, мы можем обратить внимание на то, что финальная схватка с Аяксом происходит на Хэликерриере, воздушном авианосце из «Мстителей». Во время сражения с плохими парнями Уэйд встречает своего старого знакомого, с которым раньше служил. Солдата зовут Боб. Появление этого персонажа было кратким, но читатели комиксов наверняка помнят Боба, агента Гидры, который постоянно появлялся в комиксах о Дэдпуле. Момент, где Аякс ставил нож Дэдпулу в голову, это отсылка к комиксу, где ему в голову вставил нож Кейбл, и там тоже играла музыка. В финальных сценах, где Дэдпул говорит Колоссу «Прости меня, но этому парню нужно подойти к девушке и сказать, какого хера мне ей сказать». Это пародия на Ноттинг-Хилл, где Джулия Робертс говорит Хью Гранту. Когда Уэйд с Ванессой обнимаются под Вуам, и камера берет общий план, Дэдпул говорит «С вами был ваш дружелюбный сосед, мертвый бассейн». Это классическая фраза Человека-паука. После титров можно увидеть чуть ли не дословную пародию на сцену после титров из фильма «Феррис Бьюлер берет выходной». Там тоже использовался прием разрушения четвертой стены. Оба и Дэдпул и Феррис выходят из-за угла в полосатых халатах и подходят к камере и говорят «Вы все еще здесь? Все кончилось. Идите по домам». Ну что ж, это были самые интересные, на мой взгляд, пасхалки в фильме «Дэдпул». Если же я не упомянул ваше любимое, дайте мне знать в комментариях под этим видео. Кто знает, может там соберется еще на одно видео. Дэдпул может быть и самый неуязвимый супергерой, но его все же можно убить. И мой друг Батитус как раз-таки сделал видео о пяти способах убийства Дэдпула. Не забудьте заглянуть на его канал. У этого парня просто безумные брови, которые живут своей жизнью. Батитус снимает скетч и дает вредные советы, которые тебе нисколько не помогут, но зато здорово развеселят. Подпишись на канал Батитуса по ссылке в описании. Ну а на этом... Время пасхалок. В предыдущем эпизоде, в котором я рассказал вам о пасхалках в фильме «Первый мститель. Противостояние», я спрятал четыре пасхалки, и все они были найдены. Первую пасхалку нашел Артем Рутюнян. Он первым заметил кучу на странице этого комикса. Вторую пасхалку нашел Котокрабер под ником «Экзо». Он разглядел нарисованную кучу на подбородке Роберта. Третью пасхалку нашел Котокрабер под ником «Вов С4Лекс». Он увидел нарисованного Котокрабера на стене в этом кадре. Ну а четвертой пасхалкой был очередной квест, и его сумел пройти наш настоящий детектив Дмитрий Кириллов. Он обратил внимание на надпись, появляющуюся в этом кадре. Переведя ее через шифт Цезаря, мы видим, что это фраза «Cut the crap egg», которая переводится как «Яйцо от Cut the crap». Если поискать этот хэштег ВКонтакте, то мы увидим мой комментарий к самому первому упоминанию гражданки в нашей группе ВКонтакте. Пройдя к оригиналу записи, мы видим, что над моим комментарием есть еще один. Расшифровав этот шифр через алгоритм Base64, мы видим, что это ссылка, ведущая на анимированный танец Крэпа. Поздравляю вас, Тёма, Щек, Завов и Димон. В этот раз вам присуждается титул Котокраберов недели. В этом эпизоде тоже спрятаны пасхалки. Первые, кто напишет их в ответ на мой первый комментарий к этому видео, будут упомянуты в следующем эпизоде. И помните, измененные комментарии не засчитываются. И не забывайте добавляться в нашу группу ВКонтакте, там уже стартовал конкурс, в котором вы можете выиграть такую же футболку, как у меня. Ну а на этом все, спасибо за просмотр и надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Cut the crap. Мы режем киноленты. Субтитры сделал DimaTorzok